Подобные мероприятия проводятся третий год подряд. В НБУ говорят, активнее всего работают с молодежью, поскольку именно студенты в будущем будут формировать экономическое лицо страны. Для молодежи в основном мы всегда, помимо этих базовых знаний, мы всегда даем то, чем обычно пользуется молодежь и то, что у них есть. Это платежные инструменты, платежная карта, мобильный платежный инструмент, современные понятия и то, чем пользуются электронные деньги. Насколько это урегулировано, насколько можно доверять или не доверять тем или иным продуктам, какие тут риски возникают при работе с теми или иными продуктами. И что самое главное, вот, скажем так, обратная сторона или бич нашего времени при использовании этих технологий – это киберпреступность. Безопасное использование платежных карт в торговых центрах и отделениях банка, обращение с терминалами и пин-кодами, а также что нужно делать, если стал жертвой финансовых махинаций. Вопросы, которые больше всего интересуют молодежь. Конкретно я хочу быть осведомлена в общем, в этой сфере, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Также, как говорили, вот, про различные махинации, которые могут повлиять на дальнейшие счета, то есть те же кражи, те же там, ну, различные махинации. И я бы хотела, чтобы лично меня это не коснулось, поэтому мне очень интересно это послушать. Хотелось бы увидеть как-то, вот, как работает система резервов в Национальном банке, как идут валютные операции, обменные операции, как Национальный банк работает с коммерческими банками. Такие семинары будут проходить в течение месяца, говорят в банке. Помимо студентов, подобные мероприятия проводятся для всех социальных групп населения, от школьников до пенсионеров. Лариса Говина, Александр Проценко, Агентство телевидения новости.